Мы приехали к моей маме в гости, дети сейчас спят. Мне сестра подарила, как всегда, много-много всего. Посмотрите, она мне отдала два пакета своей одежды. У мамы недалеко находятся дочки-сыночки. У Тимофея, помните, я вам показывала, что я ему купила кроссовки? Они с Кириллом жили, ездят на беговелах. И вот во что превратились кроссовки, посмотрите. У Кирилла тоже, поэтому я ему сегодня надела кроссовки, которые из сада. Кстати, мы решили, что до нашего отпуска Кирилл не пойдет в сад, потому что он опять приболел, опять после сада. Ну и по ним, осталось тут недолго, поэтому такие дела. Всем привет! Сегодня четверг. Я приехала с работы. И, в общем, у меня сейчас состоится премьера первого пилотного выпуска на моем канале новой рубрики «Семейная тачка». Я очень волнуюсь, потому что давала видео на предпросмотр в своей группе ВКонтакте, и там были неоднозначные отзывы. И от многих знакомых тоже были неоднозначные отзывы. И, в общем, я переживаю, как вы отреагируете. Отреагируете. Начинается. Я сижу в чате специально, чтобы можно было сразу, если что, отвечать. Всем привет! Меня зовут Полина Пионлайн, и вы на моем канале. У меня здесь есть запаска, у меня здесь все. У меня тут, представляете, уже 32 человека смотрят. Это хорошо для моего канала. Обычно на премьере человек 15 максимум. Я, кстати, хотела сказать огромное спасибо тем блогерам, которые меня поддержали и немножечко прорекламировали то, что у меня будет премьера. Не взяли ни копейки, просто поддержали. Огромное спасибо, если кто-то из вас посмотрел, смотрит сейчас мой влог. Огромное спасибо, реально, мне было очень приятно. И если что, обращайтесь, конечно, ко мне тоже. Для меня эта поддержка была очень важна. Вот мне написали, Полина, ты много тараторишь. Эх, блин. Еще мне сегодня папа и сестра мне привезла, еще к тому же подарили. Такие вот кроссовки Александра Маккуин. Ну, это, конечно, реплика, но это хорошая очень реплика. В общем, вот такие вот у меня теперь есть белые кроссовочки. Я люблю больше белые, чем черные, потому что, как бы это ни парадоксально звучало, но белые у меня лично меньше пачкаются, если там не ходить по грязи, прям конкретные, чем черные. Потому что на черных постоянно видна пыль. Хотела вам показать, посмотрите, как мне Тимофей умудрился запихнуть кошачью игрушку. Она там как-то зацепилась, и теперь, короче, не достается. Прикиньте? Вообще. Как он это сделал, я не понимаю. Ну, в общем, эта игрушка там как-то зацепилась. Теперь придется обрезать. Ну, все, у кота не будет игрушки, видите? Никак. Ой, дети, я не могу с них, это вообще. Всем привет. Знаете, откуда мы с Серегой едем? Мы с ним едем из магазина женской одежды. Едем мы сейчас дальше по нашему маршруту. Ну, в общем, мы сегодня выделили целый день, чтобы готовиться к нашему отпуску. Серега мне сделал подарок. Ну-ка, поглядите. Эх, ты спиказала. Серега мне сделал подарок. Мы купили мне кроссовки, джинсы, футболку. И Серега мне подарил еще вот такую сумочку. И еще Серега мне выбрал такие очки. Ну, они оригинальной формы, поэтому я согласилась с таких взять. Потому что я люблю, когда они стандартные формы. И сейчас мы направляемся в другой магазин. Нужно Сережу купить, детям и купальник. Мне все-таки нужно взять, потому что без купальника, наверное, в отпуске не очень. Мы сейчас приехали на дачу. Тут надо было после Сережи завести. И вот идем сейчас с детьми. Заодно перед сном гуляем. И с собакой. Это Эдер. Эдер. Это Эдер бегает. Красавчик. Нам еще сегодня отдали ботинки Тимофею, адидасы. Наша шайка-лейка идет. Доброе утро вторника. Второй день отпуска моего мужа. Я ему решила сделать приятно, скажем так. Взяла детей. Поехала с ними одна гулять. Вот сейчас с Настей встретимся. Будем гулять. Мы с ней тут потерялись. Друг друга не поняли. И я по одному лесу иду. Настя вообще по другому лесу идет. В общем, весело. Вот такие мальчики проснулись. Настя, посмотрите, в каком платье. Как ты сказала, ну что же. Платье не понял. У меня за все вышло, что-то 1700. Джинсы и платье. Короче, магазин ВОЗ. ВОЗ, да. Да, ВОЗ. Бренд Outlet. Ну, посмотрите, какое прям летнее, летнее платье. Класс. Здесь такие мальчики. Да. Не, очень классно. На тебе так хорошо смотрят. Правда, вот это вот меня смущает. Я не привыкла. Я в такие репты хожу. Ну, нет. Ну, все равно, очень классно выглядит. Смотри, весь мокрый, хоть. Возьмем беговел, поехали, все. Сейчас фонтан начнут включать до конца. И все тогда, поехали. Погода нереально крутая вообще. Кроссовки разнашиваю, хожу. На старт. Внимание. Марш. Кирилл не может угадать, о чем он мечтал. Хотя он об этом говорил много раз. И мы с папой решили ему подарить такую вещь. Чего это? На самом деле, чтобы Кирилл у меня эту вещь не забирал. Потому что у меня уже... Мам, ну там, мать. Мам, ну там, мать. Давай открывать. Тебе такое еще не дарили. Так, только выяснить, какая из них первая, а какая вторая. Значит, здесь у меня две коробочки. Да. Вот, это мы потом встроим. Это точно маму потом... А это вот для Кирилла подарок. Подумай, что это. Не знаю. Это чего? Это что такое? Чего это? Давай покажем. Смотрите, какая коробочка. Это чего? Это, Кирилл, детский фотоаппарат. Какой? Это, чтобы ты мог фотоаппаратировать и не брать у мамы фотоаппарат. А где? Люми. Люми Куб. Кит с камером. Кирилл им попользуется, и я вам сниму обязательно видео об этом фотоаппарате. А мы приехали в Мещерский лес. И вот, гуляем. Сейчас уже немножко прохладнее, чем днем, конечно. Еще солнышко ушло, но все равно тепло. Идеть в кофтах, чтобы больше комары не покусали. Здесь очень вкусно пахнет лес. Хвоей, я бы даже сказала. Давай, скатывайся. Там уже дети едут. Вот и вылезай быстрее, а то там еще съедут. Мавка. Не уряли легко. На. Ассалитная реакция, Тимаси. Всем это как-то, всем это нужно, важно. Привал еще очередной. Дети собирают шишки. Чтобы кинуть меня. А кто первый кинул в детей? Не знаю. Ну, смотрите. А точно шишками уже, а не камнями кидают? Я тебе говорю, сейчас научишься. Вот. Свои кисни. В кучку клади. Гол. Гол. У тебя более гол. 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 Нет. Бери качай, папа. Качай тебе меня. Папа Тимофей качает. Гол. 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 Папа. доброе утро следующего дня я тут варю кашу стоит ведь у меня вообще кашу не готов есть кроме гречневой никакую кирилл тут сидит покажи свой фотоаппарат то тут с ним и спал позже чего там как он встречает ой как класс текст у нас 8 утра тимофе еще спит папа еще спит а мы с кириллом уже не спим мы убрали наш бассейн до осени чтобы он не занимал место чтобы можно было рисовать ну и плюс чтобы дети от него отдохнули и потом для них было бы это что-то такое новое и хотел вам сказать как он у нас хранится вот это сам бассейн и шарики принципе все влезло еще здесь вот осталось место ведь сидели с папой первый раз не захотели идти гулять это вообще что с чем-то я ездила на маникюр и вот что у меня получилось вот такие вот и себе сделала длинные когти первый раз за долгое время но мне прямо захотелось себе в этот раз длинные ногти сделать и такой формы мне нравится как полчаса единственное нужно сейчас привыкать телефон ручки двери дверные открывать и все в этом роде в общем так подстригла кончики пришлось подстричь очень много потому что волосы у меня уже просто были в ужасном состоянии в общем вот вот такая у меня теперь длина зато у меня теперь хорошо аккуратно будет это все выглядеть потому что до этого прямо эти концы меня напрягались в общем вот так них не мыли мне просто вот взяли подстригли концы и все я конечно хочу длинные волосы отрасить прям дальше дальше но они мне не позволяют сейчас надо как-то то ли то ли витамины какие-то пить ну короче обследование проходить на что волосы у меня перестали нормально расти аппаратом бегает ты видишь снимаешь что ли пока я работаю делаю для канала чехол стекло видео смотрите что делает ребята играют я буду дальше работать мы побывали на собрание тематей сентября берут сад единственно там будет самый маленький точнее ну да он единственный будет 17 года но смотрели воспитатели сереже принципе все равно а мне больше понравились воспитатели из другой группы не в ту которую нас взяли но посмотрим понятное дело по внешнему виду тяжело оценить сейчас едем в сторону дома там няня наша гуляет с детьми мы присоедимся сменим ее и будем дальше гуляем и потом домой взяли дети мактимэль их любимый как кирилл называет моутел почему-то ну детский смысл я не знаю мы едем на дачу поиграть с эдгаром да да у кирилла вообще свои какие-то слова во первых у него не помидор а аппидор но мне нравится это слово и тимопей к сожалению из-за того что кирилл так говорит он до этого говорил нормально помидор а теперь он кирилл говорит аппидор ну в общем ладно нам сказали что из того что ему еще не будет трех лет нам реально проходить только двух врачей то есть психиатра и стоматолога завершился второй день наших покупок мы купили там все остальное теперь я могу снимать вам видео наконец-то про то что мы купили в общем мы взяли детям шорты для плавания в glory джинс кирилл куда в ботинках средь шорты до плавания и вот такие вот аля кроксы в детском мире но это человек паук поэтому это как бы обязательно дождь капает вообще так что мы сейчас будем сидеть дома хорошо только давай оденемся дома больше будем ходить в тапку в одежде и в тапках я еще купила себе купальники и пояс наконец-то все мы все купили остается только все перестирать подготовить сложить вещи вот в этот чемодан и все поехали так что такие дела